Это Русская служба Би-Би-Си, подкаст «Что это было», меня зовут Сева Бойко, всем привет. В России стремительно дорожают продукты. Продуктовая корзина Би-Би-Си сейчас стоит почти на треть дороже, чем до начала войны. Что подорожало больше всего, почему и когда все это кончится, спросим у журналистки Би-Би-Си, которая провела исследование цен на продукты, Виктории Сафроновой. Вика, привет. Привет. Прежде чем мы начнем, я должен оговориться, что мы не рекламируем продукты, которые упоминаем в этом подкасте, а называем конкретные товары, только чтобы наши слушатели получили более ясное представление об изменениях цен. Теперь поехали. Вик, сегодня 14 февраля, День Святого Валентина. И наверняка в нашей корзине есть какие-то товары, которые пользуются популярностью в этот праздник. Шампанское, конфеты, еще что-нибудь. Расскажи, что там есть и сколько это стоило и стоит. Пожалуй, самое романтичное в нашей подборке – это зефир шармель и всеми любимые батончики Ротфронт. Цена на эти продукты существенно изменилась. Например, зефир шармель сейчас стал дороже на 40% по сравнению с 2021 годом. Сейчас упаковка, которая весит 250 грамм, стоит 319 рублей, а раньше цена составляла 228 рублей. Батончики Ротфронт подорожали еще сильнее. Это рост на 69% за 250 грамм. Ну, во-первых, я сразу представил себе упаковку этого зефира. Удивительно, как спустя два года после отъезда из России я до сих пор помню, как эта штука выглядит. Слушай, ну, сразу возникает вопрос. А почему нет шампанского, нет каких-нибудь дорогих конфет, которые традиционно на 14 февраля дарят? Как вообще эта корзина составлялась? Почему одни товары там есть, а других нет? Их же там 59 штук, да? Да, совершенно верно. Мы собирали корзину из 59 товаров. И сразу хочу сказать, что это субъективная корзина. Мы выбирали те товары, которые нам казались наиболее доступны и для людей, во-первых. И, во-вторых, очень востребованы среди людей. Ну, то есть такие товары, которые можно приобретать буквально каждый день. То есть поэтому у нас большая подборка овощей, фруктов, молочных продуктов, гречка, хлеб, консервы, сладости и так далее. Вот. А что касается, например, вопроса, почему у нас нет таких продуктов, как шампанское, то мы сознательно не брали продукты, которые принято считать деликатесной или элитной продукцией производителей, которые известны очень высокими ценами. То есть наша цель была скорее в том, чтобы собрать те продукты, которые может позволить себе человек даже с очень небольшим доходом и приобретать их, если не каждый день, то часто. Расскажи, пожалуйста, что еще подорожало и какие товары в лидерах подорожали? По сравнению с довоенным периодом, когда, как я понимаю, последний раз считали? Ну вот самый высокий рост показали бананы. Это рост на 108%. И среди других фруктов это мандарины, апельсины, 63%. Сразу хочется сказать, что это не связано с сезоном, потому что в прошлый раз мы закупали корзину тоже в это время, 13 января 2021 года и до этого в 2019 году. То есть здесь нельзя сказать, что дорогие мандарины, апельсины, только потому что это Новый год. И в основном это плодообощная продукция, это огурцы, есть груши и так далее. Молоко существенно подорожало на 58%. Но мы знаем, в конце прошлого года был очень большой ажиотаж вокруг цен на яйца. Они немного стабилизировали сейчас рост на 38%, в то время как в конце декабря мы видели цифры, которые превышали 50%. Мы еще отдельно поговорим о том, почему подорожаны фрукты в целом, и бананы в частности. Но я хочу немножко о методологии тоже тебя спросить. А где вообще это все покупается? И можешь доказать нашим слушателям, что мы не сравниваем яблоки 2021 года с сосисками 2024-го и одни в Скотовкаре, а другие в Анапе? Я попробую. Да, ну, во-первых, сразу хочется сказать, что те выводы, которые мы пришли, и в целом наши исследования, нельзя сопоставлять с инфляцией. Это грубая ошибка, потому что инфляцию считает Росстат на основе очень большой статистики, которая нам недоступна. И Росстат вообще обладает огромным объемом данных, в том числе по отдаленным регионам, которых, опять же, у нас нет. И, кроме того, Росстат в целом отслеживает динамику цен на потребительские товары и как раз-таки, в отличие от нас, составляет выборку наиболее популярных среди людей продуктов. Нам же хотелось посмотреть на это под другим углом, а именно немножко обратить внимание на то, что проблема статистики Росстата в том, что она отражает средние значения по стране и не демонстрирует реального опыта конкретных людей. Именно поэтому люди часто, когда видят цифры инфляции, не согласны с ней, потому что видят, что цены растут больше, выше, и ощущают ее как-то острее. Извини, перебью. То есть ты пытаешься сказать, что Росстат, грубо говоря, понесосит всю страну, в которой живет более 140 миллионов человек, смотрит на все, что эти 140 миллионов человек покупают, и потом говорит, вот как изменились цены очень усредненно. Можно сказать и так, но здесь как бы важное уточнение в том, что да, у Росстата действительно огромные данные там буквально от Калининграда до Владивостока. Ну, они берут только там те товары, которые пользуются спросом. Я не знаю, там, грубо говоря, да, если там Зефир Шармель, который мы взяли и смотрели, как изменялись у него цены, если он там не очень популярный среди людей, то Росстат не будет включать его в свою выборку для подсчетов инфляции, а будет брать там, я не знаю, бананы, яйца, вот такие вещи, которые там, очевидно, все покупают. И нам, в отличие от этого, хотелось показать вот именно такой очень конкретный срез, динамику цен, определенные продукты в магазине одной сети, релевантную именно для одного города. Поэтому мы вот делали закупку в одном и том же магазине в сети Пятерочки и в Москве. Ага, понятно. То есть наша цена не в том, чтобы показать, как меняются цены на, не знаю, условно, все продукты питания по всей стране, а наша цена была еще в 2019 году, когда началось это исследование, собрать конкретную потребительскую корзину некоего вымышленного человека и потом смотреть, что с ней происходит. То есть это, скажем так, попытка рассмотреть, что происходит с ценами на потребительские товары под лупой, а не на огромной карте, как это делает Росстат. Да, именно так для конкретного города, конкретного магазина, потому что вот я обращала внимание, читала комментарии в соцсетях, и очень многие писали, что нет, это неверная подборка, вы анализируете продукты в Риге, в Лондоне, еще где-то. Я был сегодня в магазине, и там все дороже или, наоборот, дешевле. Поэтому здесь как бы хочется просто еще раз это подчеркнуть, что у нас не было цели делать то же самое, что делают Росстаты, там, смотреть какое-то среднее число или выбирать какое-то абсолютное число. Мы смотрели цены в одном магазине. Тогда вопрос, зачем мы это делаем? Ну, ведь так или иначе Росстат нам показывает, как эти цены меняются, пусть и в очень большом масштабе, с одной стороны. А с другой стороны, каждый конкретный читатель нашего сайта может посмотреть на собственные чеки, которые у него водаются в прихожке рядом с обувным рожком, и их сравнить. В чем тогда цель вот этого изучения под лупой одной конкретной корзины? Ну, я думаю, что, во-первых, далеко не все люди собирают там чеки за годы. Как бы субъективно рост цен, конечно, ощущается, но вот увидеть как бы конкретно, что именно изменилось, на что именно там деньги больше тратятся, какой именно товар больше подорожал, и как может быть таким полезным упражнением. Ну и опять же, да, если у людей вызывает возмущение, когда они слышат официальную статистику, ровно потому, что она может не совпадать с их собственными ощущениями, тогда появляются вопросы там к Росстату или к другим регуляторам. Но, опять же, там дело не в статистике Росстата, не в подходах, а в том, как именно меняются цены. Потому что важный еще момент, например, Росстат, когда считает инфляцию, он наблюдает цены не только на продукты, но и, ну, во-первых, на другие какие-то популярные товары, и, во-вторых, на услуги, которыми пользуются люди. Поэтому, если вы, например, живете, не знаю, очень скромно, тратите деньги только на продукты, то, конечно, вы будете ощущать рост цен сильнее. Вот у нас было такое желание посмотреть, как конкретно может чувствовать человек изменение цен в течение нескольких лет. То есть ты пытаешься сказать, что Росстат вот в эту вымышленную корзину складывает не только цены на яйца и бананы, но еще и цены на стрижку, например. А услуги парикмахера дорожают не так быстро, по понятным причинам, как продукты, которые продаются в магазине. Верно? Да, да, все так. Так, давай теперь разберемся с видами, если можно так сказать, этого подорожания. Как я понимаю, с бананами все довольно прямолинейно. Ты приходишь в магазин и видишь, что килограмм фруктов стоит х денег. Но есть же еще и такая штука, которую ты в статье называешь шринкфляция. Можешь объяснить, что это такое и какое отношение это имеет к повышению цен? Да, шринкфляция – это такой процесс, когда производители уменьшают объем упаковки, но при этом не снижают или же почти не снижают цену. То есть очень незаметно это делают. И это не российское изобретение. Тоже такой важный момент, потому что наши читатели в соцсетях писали, что шринкфляция происходит в Германии, в Великобритании и так далее, что производители очень многих стран меняют объем упаковки. Да, конечно, это так. И мы обращали внимание, опять же, на российский рынок. И как раз-таки у этого есть сейчас российская специфика, так если можно так сказать. И она появилась после войны. И суть в том, что с помощью шринкфляции производители пытаются замаскировать инфляцию. Прости, прежде чем ты продолжишь, речь идет, если совсем огрубнять, о феномене, который несколько лет назад назывался «девяток яиц». Верно? Да, да, совершенно точно. Все помнят эту упаковку, в которой вместо десяти привычных яиц были девять. Поэтому да, это очень наглядный пример этого явления. Но есть и другие, наверное. Да, есть и другие. И вот я хочу сказать о том, что российская специфика как раз заключается в том, что производители начали снижать объемы упаковки и одновременно при этом повышать цены. То есть для покупателей эти продукты подорожали еще сильнее, чем это заметно и предыдущие. То есть люди там не очень обращают внимания, что там, не знаю, шкладка на 10 грамм стала меньше, но при этом видят рост цен. Конечно, если там задуматься и обратить внимание, что ты платишь больше за меньший объем, то это, ну, как минимум, несправедливо, наверное, вызывает возмущение. Вот. Какие-то примеры, на которые мы обратили внимание, вот на то, что в нашей подборке было, продукты, которые подверглись шлингфляции. Вот, например, это йогурт «Активио». Мы все помним этот йогурт как под брендом «Активио». Его производила французская «Аданон» и, в общем-то, сейчас производит. Только сейчас активы этой компании находятся во временном управлении Росимущества. Это не особенно повлияло на шлингфляцию, но, в общем-то, наверное, как-то снова косвенно задели все эти перемены. И объем йогурта сократился сейчас со 150 до 130 грамм. И при этом цена на него также выросла. Кроме этого, там росли цены при сокращении объема и на другие товары. Ну, вот, незначительно, на 10 грамм всего. Но, тем не менее, шоколад «Бабаевский Люкс» тоже уменьшился в объеме и вырос при этом в цене. И кетчупа известного «Хайнс», по-моему, тоже эта ситуация коснулась. Да, и это коснулась ситуация кетчупа. Компания, которая его производит, это американская компания, она сократила свое присутствие в России, решила отказаться от производства детского питания, но оставила производство соусов и кетчупов. И вот решила сделать вот такую манипуляцию. Интересно, что, как отмечал в нашем разговоре генеральный директор аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков, шлингфляция в таком формате, как она сейчас происходит в России, это достаточно иррациональная стратегия для производителей. Вот он обращал внимание на то, что для производителей вообще логично, наоборот, делать больше упаковку, и тогда продукция будет обходиться дешевле за счет того, что снижаются расходы на саму упаковку, на производство, и удобно ее всяким акциям продавать. Но в России все идет ровно наоборот. Очевидно, что таким образом производители хотят вписаться в бюджет потребителя, но как бы и в свои бюджеты. Но все равно вся эта стратегия, она пока выглядит несколько так иррационально. Давай вернемся теперь к фруктам, которые мы упоминали вначале. Ну, их производят не в России, и на них, наверное, не распространяются экономические трудности, с которыми столкнулась Россия из-за войны. Почему они дорожают? Да, в основном у нас подорожали фрукты и овощи. И, конечно, на них особенно заметен рост цен, потому что, конечно же, если мы говорим о фруктах, то практически все, что продаются в России, это импортные продукты, и на их стоимость, конечно же, в первую очередь влияет курс рубля. В 2023 году мы видели, что он был очень нестабилен. Почти весь год рубль шевел, его падение только к концу года удалось остановить. И вместе с падением курса рубля растет стоимость импортных товаров. То есть производителям нужно больше закупать, ну, как бы кроме того, что они закупают фрукты, конечно, закупают и какие-то товары, например, производители овощей закупают импортные семена и вместе с этим закупают... Удобрения, химикаты, наверное, возможно, какие-то, не знаю, детальные комбайны и прочее. Да-да, совершенно точно. И это все, конечно, стало дороже вместе с падением курса рубля. Кроме того, на стоимость, конечно же, влияет рост логистических затрат, то есть, грубо говоря, это просто стало дороже перевозить все. Окей, хорошо, с этим понятно, но яйца-то несут российские курочки. Откуда тогда такой взрывной рост цен, который даже на пресс-конференции Путина удостаивается комментарий от президента? Ну, вот как комментировали власти, объясняя рост цен на куриные яйца, они выставляли это таким примером того, что в России растут доходы, люди стали больше тратить деньги на яйца, такой как бы дешевый белок. И за счет того, что вырос спрос, продукт стал более дефицитным, и начали расти на него цены. В общем, показывали это как бы такой положительный пример. Но на самом деле рост цен на яйца связан с целым комплексом факторов, это далеко не единственный. Например, фактор дефицита рабочей силы в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство, это, как говорили нам аналитики, одна из самых непопулярных сфер для работы. Люди не хотят соглашаться на эту работу, потому что она требует очень много сил, физического труда, а оплачивается даже ниже, чем, например, в промышленности. Поэтому людям, которые рассматривают работу с физическим трудом, лучше выбирать другие направления. Ну и также, да, рост цен, например, на те же самые корма, добавки для того, чтобы яйца появлялись. Все это влияет на конечную стоимость. Хорошо. А у нас есть какой-то комплексный ответ, почему цены так быстро и резко растут? Мы поговорили отдельно про бананы, отдельно про яйца, но у нас есть еще и зефиры, конфеты, и еще 55 других товаров, которые в сумме на 30% подорожали с довоенных времен по январь 2024 года. Общее объяснение. Есть ли? Ну, главная причина, конечно, в том, что на самом деле растет потребительский спрос, что связано с ростом доходов, а это как раз-таки военные расходы бюджета, то есть фактически выиграют те люди, которые связаны с войной, а именно члены семьи людей, которые воюют. Ну, мы, конечно, имеем в виду, что у них резко очень выросли зарплаты и не стали себе больше позволять. То есть мы знаем, что минимальная сумма зарплаты рядового мобилизованного 195 тысяч рублей в месяц, а, например, командир отделения в сержантском звании получает от 232 тысяч рублей, плюс есть возможные премии, дополнительные выплаты, там, например, за уничтожение боевой техники, за участие в активном наступлении, ранения, там, из-за смерти и так далее. И для регионов, особенно небольших населённых пунктов, откуда в основном идут сейчас люди на войну, это всё огромные деньги, которые невозможно было бы получать в мирной жизни. И это первый момент. А второй, выросли очень доходы людей, которые работают в военно-промышленном секторе, потому что сейчас на военные заводы тоже идёт большое финансирование, люди стали больше зарабатывать. И это такой как бы первый драйвер роста цен. Извини, перебью. То есть получается, что, грубо говоря, люди так или иначе, связанные с войной и их семьи, стали получать больше доходов, а производители и продавцы товаров решили на этом заработать. И да, и нет, потому что здесь как бы вряд ли работает именно вот такая логика. Прямая. Да, именно настолько прямая логика, потому что на цену влияет спрос, и спрос растёт, и на этом фоне естественным образом повышаются цены на товары. Ну, то есть просто включился какой-то достаточно логичный рыночный механизм. Да. Ты сказал, что есть ещё и вторая причина повышения цены. Ну, и это, как я уже упоминала, это курс рубля. Конечно, очень важный фактор. Об этом же говорили и регуляторы. Центробанк писал в своих аналитических записках весь прошлый год, что там те же самые овощи дорожают, потому что рубль дешевеет. Ну, и дефицит кадров. Дефицит кадров тоже отдельная причина, потому что, во-первых, людей очень сложно найти на производстве, когда для того, чтобы их привлекать, повышают зарплаты. А повышение этой зарплаты закладывается в конечную стоимость продуктов. Ну, и да, и как уже говорила, что просто некому работать, особенно в сельском хозяйстве. Интересный опрос проводило агентство Инфолайт. Они в конце 23-го года спрашивали производителей, поставщиков, что препятствует их развитию, развитию их производства. И они называли фактором того, что они не могут расти дальше. Они хватку персонала и отмечали при этом, что они прямо сейчас могут запустить дополнительный объём выпуска продукции. У них всё для этого есть. Сырьё, оборудование и даже спрос. Но банально просто нет людей, поэтому это невозможно делать. Ты сказала о том, что некоторые россияне в связи с резким ростом доходов могут позволить себе эти товары, но наверняка есть категории населения, которые сильно страдают от резкого роста цен. Расскажи, по кому это бьёт в первую очередь? Да, это, конечно, касается малоимущих. И здесь хочется отметить такой момент, что вот если, например, Росстат считает бедных людей по определённой методологии, то люди, которые буквально совсем немного превышают порог и не считаются бедными, считается, что у них всё в порядке. Но при этом они зарабатывают также совсем небольшие деньги. И они там в первую очередь тратят как все свои деньги на продукты. Ну, как бы это самый главный такой объём расходов. Поэтому, да, это малоимущие больше всего страдают от роста цен. Но это как бы тоже в некоторой степени эффект военных расходов. Ну, можно сказать, что появилось такое неравномерное распределение доходов среди людей, потому что зарабатывает в основном военный промышленный комплекс или люди, которые напрямую участвуют в войне. А те, кто с этим никак не связан, только видят последствия, но могут при этом никак не ощущать изменения в своей жизни. В частности, их зарплата остаётся такой же, какой была до начала войны, или же выросла совсем немного. Ну, и финальный вопрос, который я анонсировал в начале подкаста. Когда всё это кончится? Можно ли ожидать, что такой резкий рост цен, не путаться с информацией, остановится? И, например, в 2025 году, когда мы соберём ту же самую корзину, она не подорожает, не знаю, ещё на 30%. Давать какие-то общие прогнозы по росту цен очень сложно, потому что такая очень высокая неопределённость сохраняется, и вообще сейчас очень сложно что-то прогнозировать в России. Но как-то более-менее уверенно можно предположить, что до президентских выборов, которые уже почти через месяц, курс рубля будет стабильным, и за это время мы не увидим какого-то роста цен. Но в то же время мы знаем, что могут продолжать ужесточаться санкции. И вот сейчас буквально в январе, и сейчас в феврале, мы видим пример Китая и Турции. Эти страны сейчас блокируют платежи россиян, в частности российского бизнеса, потому что опасаются вторичных санкций со стороны США. Таким образом, США хотят запретить в России поставлять военную продукцию, сделать так, чтобы санкции не нарушались. И если практика может распространяться на другие страны, то такое может перевести к дефициту. Дефицит спровоцирует рост цен, в свою очередь. Пока это касается скорее техники, чем продуктов, например, если мы говорим о Китае. Но никто не знает. Нужно наблюдать. Смотрите, в любом случае, прецедент уже есть такой, что банки зарубежных стран опасаются вести с Россией и торговые отношения. Иначе их могут лишить вообще доступа к международной финансовой системе. Ну и в случае с Россией, конечно, очень многое зависит от внешнеполитического курса страны. Мы знаем, что если с кем-то борются отношения, как это было, например, с Турцией, все помнят турецкие помидоры, или с Польшей, все помнят яблоки, то мы лишаемся товаров. И сейчас это тоже происходит. Мы закупали продукты в январе, еще до конфликта России с Эквадором. Сейчас Россия перестает закупать бананы в Эквадоре, а это главный российский поставщик, на его долю приходилось более 96% рынка. И сейчас вот Россия формально из-за того, что в бананах обнаружилась некая муха... Со смешным названием. Да, некая муха-горбатка. Она многоядная, что немаловажно. Многоядная, очень опасный карантинный объект, как назвал ее Россельхознадзор. Но примерно в это же время, когда обнаружилась эта муха в эквадорских бананах, Эквадор сообщил о том, что будет передавать США старую российскую военную технику в обмен на новую американскую. В Эквадоре сейчас происходят беспорядки. И МИД России очень раскритиковал это решение. И, в общем-то, на этом фоне они и так поссорились. И теперь Россия будет закупать бананы из Индии, в других странах. Но, в общем-то, Эквадор как рынок больше недоступен. Поэтому, ну, посмотрим, конечно, как будет развиваться, но когда товар оказывается дефицитным, то цены на него также начинают расти. Поэтому, подводя итоги, можно сказать, что в ближайшее время, в очень расходочном перспективе месяца, мы не увидим какой-то существенной динамики цен. Война продолжается, санкции расширяются и ужесточаются, и Россия теряет своих партнеров. И все это отражается на ценах и на кошельке потребителей. Спасибо большое, Вик. Я беседовал с журналисткой русской службы BBC Викторией Сафроновой, которая провела исследование продуктовой корзины BBC в начале 2024 года. Ссылку на ее материал с красивыми графиками и подробными объяснениями мы разместим в описании этого подкаста. Его можно слушать на сайте BBC, в Тинеграме, на Ютубе и, конечно, на самых разных подкаст-платформах. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии и выпуски, которые вам понравились, посылать друзьям и близким. Так большин людей получают доступ к непредвзятой информации. Меня зовут Сева Бойко, а новый выпуск «Что это было?» уже завтра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова